Ликбез ЖКХ И в номерах нашей газеты мы всегда посвящали 2-3 полосы жилищно-коммунальным проблемам. Так вот, в чем заключается суть проблемы? Людмила Константиновна уже говорила о том, что администрации как-то по-своему воспринимают порядок проведения капремонта. А я сейчас подхожу к финишу. Даже там, где ремонт был проведен, как правило, проводился плохо, после ремонта падает штукатурка на жильцов, канализация на подтопе, крыши текут. Когда я стал анализировать ситуацию по городу Воронежу, люди приходят, казалось бы, после капитального ремонта в нашу правозащитную приемную обнаружилось, что комиссии по приемке дома состояло из одного-двух человек, из трех максимумов. Это когда сам заказчик и подрядчик в обнимку с бутылкой, видимо, подписывают друг другу акт приема-сдачи. Зачастую акт приема-сдачи состоял из актов КС-2, КС-3, то есть акт приемки элементов здания, то есть акт выполненных работ. Данный порядок противоправный, он не соответствует сложившейся практике в регионах страны и не соответствует жилищному законодательству. Ну, к примеру, мы вот эту проблему озвучили в нашей переписке. Вот у нас наш активист Запольская Нина Гавриловна с моей помощью написал вот такое обращение. Переписка была длительной со всеми нашими органами. Мы даже этому посвятили большую статью в нашей газете «Мы граждане», где показали вот эту абсурдность и противоправность вот этих позиций наших органов. Как администрации города, как государственной жилищной инспекции, как самой прокуратуры. И вот последнюю в 2015 году жалобу мы написали прокурору Воронежской области Шишкину, Николаю Анатольевичу. Зачту несколько слов. В недокладных ответах прокуратуры о принятии мер прокурорского реагирования по вопросу нарушения правил приема в эксплуатацию, законченной капитальным ремонтом зданий в Воронеже, прокуратура отказана. То есть прокуратура, сложившийся порядок нарушений, не считает. Данная позиция областной прокуратуры противоречит действующему законодательству и разъяснению Министерства России, изложенных в письме директора департамента ЖКХ Демченко от 13.05.2015 года за номером длинным. Я поясню нашим воронежцам, что мне пришлось, учитывая вот такую неоднозначную позицию прокуратуры, обратиться в Минстрой России, и я 13.05.2015 года получил вот такое письмо. Министерство строительства и ЖКХ отвечает. Уважаемый Борис Николаевич, и дальше переписываю практически тот нормативный акт, на который мы ссылаемся, обращаясь в прокуратуру. Читаю. Приемка зданий после их капитального ремонта в эксплуатацию проводится государственными комиссиями с последующим утверждением актов приемки в соответствии с ВСН-4285Р, который называется «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов». Далее правила приемки. Указаны правила устанавливают порядок, и дальше идет расшифровка, то есть практически полностью переписывая правила. Вот подпись директора департамента ЖКХ Дельченко. Это орган Минстроя, который уполномочен отвечать, разъяснять о сложившейся порядке, трактовать те или иные нормы. То есть он подтвердил, что ВСН-4285Р действует. А теперь, что нам отвечает прокуратура? Сначала в лице, и постоянно отвечает, сначала в лице старшего советника юстиции Стеблецова, начальника управления по надзору о соблюдении федерального законодательства. Вот Стеблецов отвечает за соблюдение федерального законодательства. Он пишет и слово в слово переписывает ту версию, которую выдает за норму администрация города Воронежа. Поскольку помещение в вашем доме относится к муниципальному и частному жилищному фонду, положение правил ВСН-4285Р к приему и эксплуатации, законченных ремонтом жилых зданий, неприменимое. Выполненные работы принимаются по актам, пишет прокурорские. КС-2, КС-3 принимаются гордезом. Но ведь эти акты никак не соотносятся. Это промежуточные акты, которые необходимы для того, чтобы открыть финансирование по выполнению той или иной работы. А окончательный прием дома в эксплуатацию принимается только в соответствии с этим ВСН-4285Р. Вот это вот противостояние подтверждает и такую же позицию подтверждает и господин Шишкин, который у нас является прокурором области. Николай Анатольевич пишет, вот могу сравнить, потому что те же самые клетки готовят. И слово в слово, поскольку помещение в вашем доме относится к муниципальному и частному жилищному фонду, положение правил ВСН-4285Р к приемке и эксплуатации, законченный капитальный ремонт уже, неприменимы. Какие последствия вот такой позиции прокуратуры? Дом принимается вот этой комиссией отца Денисия, когда сам подрядчик, заказчик и какой-нибудь жилец, которого не поймали за рукав и которого дезинформировали, объяснили, что деньги не будут проплачены, если ты вот не подпишешь, подписывает вот эти акты, зачастую это эти же акты ВСН-4285Р, как было у Запольской. Но в результате, из-за того, что в состав комиссии входят, повторюсь, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Государственная жилищная инспекция, в комиссию входит представитель дома, жилец, уполномоченный, либо председатель совета дома, раньше в советские времена председатель домкома, как гласит в этом ВСН-4285Р, сюда же входит в случае капитального ремонта инженерных сетей, лифтов, элементов газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации входит представитель соответствующих ведомств. Это все регламентировано вот этим ВСН-4285Р. А поскольку эти ребята туда не входят, то вдруг выясняется, что у Запольской течет кровля на Карпинского, 22, после капитального ремонта по 16-й статье, канализационные колодцы на подтопе, и много других несурадостей. По теплоснабжению батареи не греют и прочее, прочее. Вот результат бездеятельности наших надзорных органов, а именно прокуратуры, я на этом настаиваю. И вот в той большой статье написал вот это вот все безобразие, но пока их это не останавливает. Они стоят на своем. Чтобы как-то попытаться разрулить эту ситуацию, перед Новым годом, по-моему, 28 декабря, я выступал перед депутатами Воронежской областной думы, не перед депутатами даже, а председателями комиссии. Они хотели живого слова от правозащитников. И я от правозащитников поднял четыре проблемы, одна из которых была проблема приемки домов, эксплуатацию, законченных капитальным ремонтом. Почему для меня это важно и для горожан это важно? Потому что вот этот большой пласт даже капитального ремонта домов по региональной программе, за счет наших же средств, за счет средств жителей, по программе региональной, кончится тем же самым. Раз они не хотят принимать по ВСН-4285Р, законченный капитальным ремонтом, то результат будет такой же плачевный. Они не хотят комиссион, они не хотят подключать их к государственную жилищную инспекцию, хотя мне представитель комиссии Головачева пообещала, что да, они в этом направлении работают. Но уже пошли ответы. Они там все поразмыслили и поняли, зачем ограничивать права чиновников. Они будут опять принимать по своим каким-то внутренним правилам. И я не думаю, что ситуация в корне изменится. Значит, опять будут падать штукатурка на голову после капитального ремонта, опять будут течь крыши. Я только призываю гражданское общество. Люди, поднимайтесь на борьбу с нашей вот такой вот бездействующей прокуратурой. Надзорные органы – это самое страшное, что есть у нас в городе. Потому что чиновники могут ошибаться, но когда в пользу ошибающихся чиновников или вороватых чиновников уже действуют надзорные органы, ГЖИ, Роспотребнадзор или прокуратура, становится страшно о результатах вот такой позиции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!